14 января 2021 года Морское Министерство Франции опубликовало план действий по борьбе с так называемым «случайным отловом китообразных в Атлантике». Этот план действий, состоящий из семи обязательств и претендующих на амбициозность, на самом деле основан на уже существующих мерах, некоторые из которых действуют уже почти 10 лет. Первое. Сделать обязательными записи обо всех случайных отловах. Эта мера существует с 1 июля 2011 года и действует с 1 января 2012. К сожалению, только в 2019, 7 лет спустя, правительство создало необходимые инструменты для записи этих отчетов. С 1 декабря 2020 года было зарегистрировано 28 случаев, когда за это время на пляжах были найдены мертвыми около 450 дельфинов. Второе. Вести учет аварийных ситуаций, публиковать данные, вести учет прогресса, достигнутого в рамках инициатив. Эти двухнадельные отчеты составляются с декабря 2019 года, когда они были опубликованы Министерством продовольствия и сельского хозяйства Франции. Третье. Все траулеры, взаимодействующие с китообразными, оснастить акустическими, отпугивающими устройствами. Биологические разноводные траулеры уже должны быть оснащены пингерами с 1 января 2020 года. Более того, использование этих траулеров заключается в отпугивании дельфинов от их мест на голой естественной среде обитания. Твертое. Реализовать программу воздушных наблюдений. Программа воздушных наблюдений морской мегафауны СЭМ существует уже с 2011 года, так что это лишь продолжение этих программ. Пятое. Проверить установку бортовых камер на судах с жаберными сетями в Бискайском заливе с целью получения научных знаний. Пять судов-добровольцев уже оснащены камерами. Таким образом, эта мера заключается в том, чтобы убедить еще 15 судов быть оснащенными камерами, что составляет 0,014% от общего флота. Эти цифры не очень амбициозны, учитывая ставки по количеству дельфинов. Некоторые страны, например Австралия, сделали камеры видеонаблюдения обязательными на борту рыболовных судов для отслеживания разрушительных методов рыболовства. Пятое. Провести международный проект с Испанией и Португалией по случайным отловам китообразных. Обмен данными уже существует между Францией, Испанией и Португалией. Сейчас нам нужно, чтобы эти страны соблюдали европейские принципы и действовали быстро. Седьмое. Провести добровольную кампанию с участием наблюдателей за промыслом с борта траулеров с жаберными сетями. Присутствие наблюдателей на борту рыбацких лодок целиком и полностью зависит от доброй воли рыбаков. Мы встретили одного наблюдателя, который предпочел остаться анонимным и страха перед репрессиями. Мне довелось снимать мерки посреди ночи и зимой. И внезапно экипаж, который разбирал рыбу на палубе, отошел. Через 30 секунд я обнаружил, что промок насквозь. Потому что кто-то бросил ведро воды прямо мне в лицо примерно в 3 часа, когда я работал. Это здорово их повеселило, но по правде, этот случай не редкость. Что продолжает давить на вас каждый день. А потом ко мне подошел капитан или матрос и сказал. Знаешь, было бы здорово, если бы об этом не было записей. Или немного уменьшите цифры. У меня даже был разговор с навеком на то, что несчастные случаи в море происходят быстро. Эти меры представлены как твердые обязательства морского министерства, лишь дымовая завеса. Столкнувшись с безответственностью наших политиков, мы, потребители и избиратели, должны изменить свои привычки в еде и голосовать за людей, которые поднимаются, несмотря на текущие экологические испытания. Для защиты морской жизни во всем мире. Пожардуйте морскому пастырю.